на обзоре саженцы клубники 3 марта 2024 года ребята при заказе клубники всегда ознакомлюйтесь на youtube канале хитрукий лена жизнь видео показание с указанием даты с указанием сорта клубники с их корневой системой клубника копанка який я продаю собственного приусадебного участка на обзоре ультраранний сорт клубники русановка киевска на це число на 3 марта 2024 года вот так вот выглядять саженцы клубники русановка про характеристики про сам сорт вы можете ознакомитись у мене на youtube канале хитрукий лена жизнь про их отправки и упаковки но а более детально о самом сорте можете загуглить и прочитать характеристики який выдаются институтом по по сортности самой я вам показываю саму корневую систему сами саженцы який копани с приусадебного участка также есть у меня сорт такие как разанна киевска по вкусовым качествам цих два сорта совсем разные визуально по самой ягоди совсем разные но то что они зриют в один и той же самый срок это есть факт показано у меня на ютуб канале клубника не требует укрытий на огороде вона у меня не укрывается у соседей моих тоже на огороде клубника не вкрывается это клубника с крепким как бы вам сказать иммунитетом или устойчивостью до болячек вона даже тут есть вот из цветоносами на огороде я вам покажу вона даже цвет выбрасывала почему-то осенью 2023 года и в зиму вона у нас ця клубничка цвела дивимся по ее корневой системе это вся клубничка только только что копана также есть у нас сорт клубники на продажу сорт клубники вебинил это средне поздний сорт крупноплодный если не применять так как я в себе на участке выращиваю растения добавки у нас органика органические подкормки и плюс растения садятся по севообороту и соседствующими растениям то ягода достигает 45-50 грамм если вы знаток в агрономии или есть у вас возможность применить минеральные подкормки минеральные удобрения и сделать полив капельку ця ягода может дать до 90-80 грамм ягоду я показываю вам в заморозке как я ее замораживаю и как мы и зимой и диму плиту я делала обзор прикреплю под этим видео вебинила всегда вот такая корневая система вона такая рыжевата и всегда длинная метелка при посадке клубники как и любого другого сорта вы должны знать или поделиться обзоры более профессиональных агрономов которые показывают правильность посадки клубники никогда вот эту вот метлу не сажайте не осенью не весной она вся берется секатором примеру получили вы у меня посылку вот сколько заказов есть на клубничку сегодня 3 марта отправляем значит вы берете эту клубнику я еще сейчас закапсулирую в глину так как я и показывала делаю осенью значит вы при получении при получении саженцев берете просто их опускаете в водичку глина смывается и острым ножницами или секатором срезаете корешки 3-4 см 3-4 см потом это Юлечка Сабухова это вам сейчас даже это видео потому что вы меня просили или есть у меня видео на канале я не помню и берете все эти корешки расправляете в разные стороны в разные стороны не просто так положили и прикопнули ничего возможно саженец и будет сам жить но ягоды урожай не такие даст как положено он приболеет на неделю 2-3 чтобы дать именно в другую сторону если корешки примеру вы положили вот так лежа в одну сторону то цей саженец приостановится в развитии он будет наращивать корневую систему еще в эту сторону брать питание где не дали возможность сам хозяин який садил не дал возможности этому растению получить всегда надо корешки расправлять в разные стороны как у солнца лучики во все стороны но еще раз повторюсь вот эту вот метелку никогда не оставляйте жалко не жалко все равно при посадке идуть белые корешки это считается живи живи уже растения приживаются все вот это вот длинную метелку где с осени всю зиму получала влагу питание растения вы должны срезать не мое значение это сорт или рем сорт или это ранний сорт поздний сорт это все срезается но не все срезается я думаю вы меня поняли три-четыре сантиметра оставляете все остальное срезаете и все сажаете лунка должна быть с водой то есть вы капаете лунку наливаете воду сажаете растения но не заглубить вот так вот не заглубить и не сажаете чтобы корешки были открытые потому что может быть и приморские и солнечко даже витер пускай будет холодно и есть витер тоже присушивается верхняя часть отсюда будут идти вот отсюда будут идти беленькие беленькие корешки вот так вот заглубили и потом как будете уже поливать не поливайте вот есть у вас растение не сюда ляйте а ляйте по бокам растение все равно потяне влагу если вы будете лять прямо сюда в точку вы открыете вот эти вот корешки и конечно при заказе саженцев с моего хозяйства от меня как хитрук Елены локация Первомайск-Николаевская область ребята вы не думайте что вы взяли кинули в землю а вот я вам и показываю вот наша розана киевская 3 марта она пускает цвет вот такая наша красавица розана киевская кому попадается цей саженец вы при посадке оцей цвет оторвить оторвить не нужно сейчас цей бутон надо чтобы прижилась сама корневая система это такая у меня красавица розана киевская 2 год она показывает мне такие фокусы сама даже я не знаю почему возможно в природе идут они идут программные изменения ну и так клубничка реагирует на это все значит кому попадается и саженец вы цвет сломаете и что я хотела еще добавить возможно упустила мысль а надо сейчас вспомнить значит ребята приобретая саженцы или у меня или будь у когось будь вы на рынке вы никогда если вы купили эти саженцы вы берете ответственность на себя будь что бы вы купили там дерево саженец инкубационное яйцо цыплят животных кошку взяли в дом щеночка вы берете ответственность за себе не надо говорить что там лена продала саженцы и они почему-то там высохли это клубника в ней верхняя корневая система на поверхности и за цим надо смотреться если вы не цените свои финансы если вы не цените то и не покупайте я не сейчас не говорю если есть вот такая проблема никто что мне не сказал что мои саженцы высохли потому что большая часть заказчиков у меня берет и кто брали осенью и не успели кто брал весною и по обстоятельствам такие как сложились в украине не получилось у людей посадить клубнику и люди яки брали у меня и семена брали инкубационное яйцо перепела брали инкубационное яйцо от кур мини мясных и бресах те люди сяким меня уже знают не первый год кто со мной сотрудничает тоже берут у меня вот эти вот саженцы даже я ну людмила днепр ладно по клиентам потом я хочу что сказать ребята клубнику садите хотя бы два раза в неделю сейчас ей надо поливать вы можете подумать что ну примеру там сыра примеру там погода такая прохладно вата но есть ветер и есть мороз яки вымораживается именно весною очень очень быстро высыхает а растения такие клубника в них корневая система на поверхности и если вы посадили я не знаю вашего грунта не знаю ваших условий не знаю расположение вашего участка если у вас больше закрытия какие-то площади если у вас площади больше открытия грунт или удерживает влагу или он больше сыпкий всегда подивляйтесь до клубнички ну и как я вам и рассказывала и показала в себе на при усаденном участке я клубнику сажаю вместе с корнеплодами делаем им с луковичными и спасаем мою клубнику в жару это кукуруза и динь и кто смотрит это видео впервые и не является моим заказчиком и не ему не получается купить у меня в связи с тем что вы живете в других странах но можете такие методы как я выращиваю у себя на участке с минимальным поливом потому что вода не у нас не такого качества что можно было плыть и постоянно в грунт выходят соли грунт робиться дубовый то як удержать влагу для моих растений я показала предыдущий 2022 старый и 2023 год ну а в цем году 2024 будет много обзора на те сорта клубники яку я приобретала прошлый год приобретала как летом как осенью и поздней осенью так что ребята обзоры все есть на саму ягоду на переработку яка ягода для какого направления в большей части в мене сейчас есть и сорта в продажу что можно сажать дачным вариантом вот дома для семьи вы сажаете цити сорта яки не требует якихось там специфических сильнейших обработок или сильнейших подкормок что требуется саженцы и саженцы и сорта клубники требует внимательнее чтобы не было засоренность участка да не было сорняковой травы был полив и рыхлопочва я продолжаю копать саженцы для своих заказчиков и сегодня у меня будут отправки это только часть выкопала показать вам какие яка корневая система и саженцы яки показала в предыдущих видео предыдущих лет это у нас тут сейчас взглянем в воду вот а там у нас жидкая глина обыкновенная глина значит беру я вот так вот саженец вот я его макаю капсулирую чтобы он не так не обсихав капсулирую его в жидкую глину вот вот он только из земли и раз он капсулируется не будет стресса не будет обсихания это все пакуется в салафановый пакет и отправляется моим заказчиком вы получили посылку глина еще будет сыра питание влаги все равно растение еще будет удерживать вы берете просто опускаете в водичку спала снули и сажаете для заказа саженцев смогу участка смога хозяйства звонить по номеру телефона 067 347 68 32 ну а моим заказчикам девочкам сейчас буду копать и оформлять заказы на отправку локация город первомайск николаевская область берут люди в большей части это вся часть украины кроме западной украины кроме западной украины хотя есть у нас оксана яка бере черновцов да оксана черновцы все подписано каждый сорт подписывается количество подписывается и заказчик куда идут посылки это все у нас подписывается сейчас еще накопаю землянику садовую крупноплодную сорт сахалинка есть у меня обзор на канал тоже тоже на отправку так что тут сейчас обзора нема тут еще нема обзора пегаса клубники что пока что накопала так что есть видео обзор закреплю под этим видео подивиться до коментарии продивиться видео и можете звонить еще хочу добавить что количество саженцев есть небагато потому что с осени очень много саженцев как забрали с весны вы бачите да 3 марта мы начинаем отправки и клубнику забирают и может забрать как за неделю может забрать за 2 недели если пидут дождя может чуть-чуть там я в огород не могу зайти то есть ребята если вы дивитесь это видео про дивиться если вам такие сорта яки у меня есть они вам подходят ценники вам мои подходят вы можете заказывать по телефону значит королева елизавета 15 гривень пустик и русановка киевская 15 гривен за саженец копченко выed my nail 20 гривен саженец роза на киевском 20 гривен за саженем иpehah 20 гривен саженец земляника садово есть по 10 гривен саженец и летний по 15 гривен саженец про дивиться видео ознакомьтесь и заказайте я показываю вам полный обзор полный обзор саженцев на данную дату и як я упаковываю капсулирую ну а уже я иду копать ждуть мина выла а уже упаковывать есть серию видео но если получится по времени отснять потому что буваешь уже пока отправки уже и солнца даже на небе не мая то я вам отсниму все подписывается каждый короб каждого упаковка постукаю себе по умной голове еще не один раз помех у меня не булов также у нас есть малина также у нас есть продажи саженцы малины и есть ежевика продавляйтесь видео ознакомьтесь если вам подходят наши сорта саженцев и если вам подходить наши варианты отправки пожалуйста давайте сотрудничать рада сотрудничеству с умными трудолюбивыми и здравомыслящими всем пока с вами была ваша любима хитрук елена